Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, телезрители. Мы находимся в центре Сангейт, меня зовут Майкл Мелехов и мы начинаем вторую часть программы, которая называется карма, духовность, материальный мир. В первой части мы остановились на том, что информация, которая поступает, она откуда-то исходит. И вот вопрос, откуда она исходит. Итак, кто-то где-то что-то прочитал и потом начинает это все перерабатывать и рассказывать об этом и говорить, я знаю. Вы понимаете, знание, то что сегодня люди считают, я знаю, на самом деле называется по-другому. Это называется интеллектуальная информация. И все. И знанием она не имеет никакого отношения. Знания во все века, во все времена, на самом деле, передавались по, есть такое слово странное, называется парампора. Парампора – это наследственная передача чего-то. То есть из уст в уста. Вот это все передавалось. С поколения в поколение. Это не кто-то где-то написал, кто-то прочитал, так как мы сегодня это делаем. Онлайн-курсы. Здорово и замечательно. Да. Сегодня время такое, можно все изучить онлайн. Можно сегодня иметь файлы. Диски уже никому не нужны. Все сегодня в файлах. Это нормально. Это веяние, скажем, того мира и того настроения, как мы находимся, и наш способ нашего восприятия вот этой информации. Но на самом деле издревле. Все передавалось из уст в уста, от учителя к ученикам. Вот это называлось парампором. На это были основания. То есть, если мы вдумаемся, как мы получаем знания, то есть, ведь в запись это уже мертвая, ведь там энергии нет. Там есть какая-то, она есть, без сомнения, она есть, но она уже не та живая энергия. Когда вы смотрите это в записи, да, вы меня видите, да, я о чем-то говорю, но это не то, если бы мы с вами общались, и тем более передача знаний. То есть, передача интеллектуальной информации, нормально, все в порядке, но передачи знаний нет. Ну, так было. Как сейчас, кто с этим будет соглашаться или не соглашаться, это, так сказать, до лампочки, не имеет значения никакого. Так было. Согласны с этим или мы не согласны, это дело наше. Мы можем соглашаться, можем не соглашаться. Так вот, откуда исходит информация, откуда все-таки брали те учителя, которые с нами делились. Я могу привести, примеров много на самом деле, но я могу привести один пример, тоже в свете того, что мне задавали вопрос по другой теме, по другому совсем, не имеющее отношения к тому, о чем идет речь. Возьмем масонов. Ну, у людей, которые, скажем, слышат вот это слово, масоны, сразу в голове ложа масонская, какой-то орден, зловещий, все сидят, в черном все одеты, с бляхами такими, у меня. Вот. И чего-то такое очень тайное. Говорят и рассказывают. Что самое интересное, ну, подавляющее большинство президентов Соединенных Штатов, они все масоны. Но масонское вот это общество, оно уже потом стало вот в том варианте, в котором я сейчас рассказываю. То есть, раньше это было всего лишь гильдия каменщиков и строителей. И вот эта гильдия каменщиков и строителей, она владела совершенно невероятной способностью строить совершенно замечательные здания и сооружения. Например, этому вот испанские там храмы, допустим, Гауди, вот это вот сюда. То есть, с помощью карандаша, циркуля и линейки и измерений, которые сегодня там компьютеры никакие не могут, да, близко даже подойти, они строят совершенно невероятные вот эти вот замки. Если мы возьмем те самые пирамиды, всем известные пирамиды, то они тоже каким-то образом построены так, что совершенно невероятным образом подогнаны эти плиты, которые, ну, просто не поддаются никаким измерениям, и никто до сих пор не может понять, как это все происходило. Так вот, эти знания, они передавались из уста в уста, и первоначальным источником этого был, не поверите, Господь Бог. И Слово Божье, Слово Божье, в разных конфессиях оно по-разному называется, Библия, Коран, Веды, Тора. Это именно изначально, еще раз, предположительно, потому что я вполне допускаю, что многие не верят и не согласны, но, тем не менее, так будем считать априори, так оно есть. И вот там лежит истина. Переходим к нашему конкретному вопросу, потому что все-таки человека волнует этот вопрос. Смотрите, мы, тело, костюмчик, не этот, а костюмчик, в котором обличено вот то, что находится внутри, то, что называется душой. Причем самое интересное, она находится не здесь и не там. Она находится, вообще считается, по ведам, если считать это за, так сказать, первоначальным знанием, откуда все пошло. Находится в области сердца и величина его, не измеряется ни граммами, ни миллиграммами, ни вообще ничем. Это одна тысячная описывается кончика человеческого волоса, одна десятитысячная точнее. Ну, можно себе представить, тогда размер, да, ну, примерно, и вес. Какие 9 граммов? Детский сад. Измеряли тело там, до того, после того. Короче говоря, вот это тело, оно приходит в негодность, правильно? Со временем. Но пока мы функционируем, это тело должно быть здоровым, правильно? Это сосуд, наполненный водой. Если там будут дырки, трещины, вода будет потихоньку вытекать. И тогда толку не будет с этого тела, с этого сосуда никакого. Поэтому телу, сосуду, ему надо находиться в хорошей форме, в хорошей физической форме, в хорошем состоянии расположения духа и так далее. И оно, находясь в материальном мире, должно себя материально обеспечивать. Вот теперь мы подошли уже совершенно вплотную к тому моменту, о чем нам заниматься. Ну, долго я могу рассказывать о том, что такое предназначение. И могу даже вычислить, поскольку все-таки, так сказать, разбираюсь в нумерологии. Худо-бедно, но разбираюсь. Если мы говорим конкретно о моем хобби, то я для себя вычислил вот эту формулу. Если я хочу чем-то заниматься, то для чего? Так вот, материальная деятельность, ну, в идеале, повторяю, она должна вести к тому, что мы должны образовываться, и желательно духовно, поскольку мы часть все-таки, это часть больше, чем вот это вот материальное все. Ну, по идее, больше, да, соглашаемся, не соглашаемся, еще раз, это дело наше. Поэтому результаты нашего труда для чего? Ну, отдыхать надо, ездить надо. Ну, к примеру, я заработал деньги. Куда я поеду? Я могу поехать в Мексику. Я могу поехать в Таиланд. Для чего? Лежать на пляже? Можно. Нет проблем. Наверное, нужно. Вода, она очищает. Но можно и поехать в Индию, походить там, не знаю, по храмам. Поехать в Индию дорого стоит. Поехать в другую какую-то страну, ну, тоже недешево, наверное, да. На это надо средства. Ну, вот, скажем, один вариант. Второй вариант, ну, к примеру, мое хобби. Ну, мне надо функционировать вот в этом, там, где я нахожусь. И это как-то должно окупаться, правильно? Вот то, что я туда вкладываю, то, что вот этот офис, он функционирует, работает, радио, там все, все вот это должно как-то крутиться. Поэтому первый момент, самый, с чего мы начинаем, для чего? Ну, еще раз, для удовлетворения своих личных материальных потребностей, пожалуйста. Для удовлетворения своего любопытства и своего, скажем, желания что-то узнать, пожалуйста. Ну, каждый для себя выбирает, для чего. Теперь смотрите. Карма. Карма. Карма – это причинно-следственная связь, больше ничего. Повторяю, к духовности не имеет никакого отношения. И когда я начинал, я задавал, кстати, тот же самый вопрос учителям некоторым. И однозначного ответа я, к сожалению, не получил, за исключением одного человека, который мне вот это объяснил. Этот человек живет полностью в духовном мире. Полностью в духовном мире. Он посвятил всего себя, Богу. Какому – это вопрос другой. В какой конфессии – это вопрос другой. Но он живет в духовном мире. И он приглашает людей жить в этом мире. И отдает им очень многие вещи, которые он сам приобрел, результатами своего материального труда. Повторяю. И когда я ему задавал этот вопрос, он говорит, нет проблем. Как к этому относиться? Если это относится к трейдингу, к бирже, как к казино, тогда это будет называться гембл. Если относиться к этому как к науке, как к работе, тогда это совсем другое. Это все меняет. Понимаете? Оно не имеет никакого отношения ни к армии, ни к духовности. Это результаты нашей материальной деятельности. И повторяю. Мы должны быть материальными людьми. И когда моему очень хорошему знакомому, его гуру, задал вопрос. Этот мой хороший знакомый живет тоже полностью в духовном мире. Он начинает, скажем, свой рабочий день с поклонения, с мантр, молитв. И вся его деятельность направлена именно на служение. В хорошем смысле. Служить – это не слуга, как было раньше. Служить, брат, прислуживаться тоже. Помните, да? Поэтому вот так, в тех заморских странах, там люди служат. Кому они служат? Они поклоняются богам. И они им служат. И это нормально. Там люди живут в другом мире. Нашему человеку западному. Ну, пока там не побываешь, не получится. Очень сложно это все воспринять. Как говорил Михаил Михайлович, пока не вил другой машины, у нас запорост. Вот такая машина. Ребят, пока мы не были там. Я там был. Поэтому я немножко в курсе дела. Вот. Поэтому сложно, конечно. Очень сложно. Но необходимо, если мы хотим развиваться. Еще раз повторюсь. Вот одно наше направление, наша трудовая деятельность, будем так говорить, сегодня, вот здесь, сегодня, она не имеет никакого отношения к духовности. Если только мы не посвятим результаты этой деятельности, вот тому высшему, как наше дело, наше право, согласно, не согласно, повторяю, не имеет никакого значения. Смысл именно в этом, понимаете? Поэтому, смотрите, если мы говорим уже конкретно про биржу стакт-маркет, там идет купля-продажа. Кто-то, так еда выигрывает, тот становится богаче, кто-то становится беднее. Если мы обратимся, что было 10 лет тому назад? Мы видели огромную толпу людей, этих, одетые в определенную форму, которые, так называемые, были на флоре, на бирже. И нам это все показывали. Огромное количество каких-то бумажек, там, бюллетеней и так далее. И эти люди кричат, прыгают, там, я не знаю, машут руками. Сегодня все происходит электронно. Сегодня там людей нет уже. Когда-то место на бирже, на флоре, стоило, не знаю, полтора миллиона долларов. Это перерочередность осуществления заказов. Это копейки, но они складываются в огромные суммы, на самом деле. И, более того, там стояла очередь. По блату туда не пробиться было. И тут тоже есть блат, оказывается. Сейчас нет, сейчас ничего этого нет. То есть, против трейдера работает машина. Эта машина хочет выдурить. И это, если говорить, что это бизнес, это очень и очень серьезный бизнес. Равно в мире нету бизнеса другого. В мире нету. Можно ли в этом соответствовать и быть успешным? Можно. Можно. Ну, я, как сказать, работаю уже там. Правильно? А я, еще раз повторяю, не гуру и не семи пядей, как говорится, во лбу. Но я это освоил. Просто надо соблюдать определенные законы. И надо принять на себя, ну, вот такую миссию, что ли, о том, что мы ничего не знаем. Если мы будем говорить, не, мы знаем, будем начинать спорить с учителем, который это объясняет, ну, тогда никуда мы не продвинемся. Короче говоря, это большая и тяжелая работа. Это шахматная комбинация для меня. Шахматная комбинация, и я должен быть впереди, так сказать, своего партнера. Нет там людей, которые становятся, проигрывают. Почти не осталось. Почти не осталось. Какие-то компании, это идет война машин и компьютеров. Больше ничего. Компьютеров и программ, которые там вложены. В эти программы все умнее и умнее, все быстрее и быстрее. Вот эти компьютеры, которые, причем серьезные компьютеры там у меня, допустим, находятся, очень серьезные компьютеры, они никакое сравнение не идут с теми компьютерами, с той скоростью, которая находится там у этих компаний, которая из нас пытается все это дело забрать и полностью то есть идет полная, короче говоря манипуляция, спекуляция и функционировать в этом плане очень и очень тяжело но можно, тяжело, но можно еще раз, кто-то же выиграет в конце концов поэтому друзья не заморачивайтесь вот этими вещами тут все в порядке и с кармой, и с духовностью вот в каком настроении вы находитесь, как вы считаете для чего вы функционируете еще раз, в этом обличье, в этом теле материальном, вот это главное для чего мы все это делаем ну на этом наверное наша вторая часть этой программы заканчивается я благодарю всех за внимание, если будут какие-то вопросы, это YouTube, это SunGate SunGate Radio.com SunGate Radio.com SunGate 1.08 это наш Skype, вот там как раз мне задал человек этот вопрос ну, надеюсь мой ответ его устроит, если нет тогда будут последующие вопросы мы будем дальше двигаться а сейчас спасибо за внимание еще раз и вам всего хорошего с праздниками, с Новым Годом ну и чтобы мы были все здоровы и счастливы субтитры и до новых встреч субтитры